Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, я в очередной раз опускаюсь в песок. Сегодня мы с вами посмотрим БТ-7АРТ. Машинка редко встречается в рандоме, ее в свое время даже бесплатно можно получить. Когда-то ее можно было приобрести, ее выставляли на продажу. Короче говоря, всякими способами можно было себе ее взять. Для тех, кто знает, то можете посмотреть в дерево развития и посмотреть. Есть БТ-7 обычный. У БТ-7 обычного есть две пушки. Одна пушка с пробитием в 56 и альфой в 60, вторая пушка с пробитием в целых 78 и с альфой 65. БТ-7АРТ отличается от него тем, что у БТ-7АРТ есть всего лишь одна пушечка. Это пушка второго уровня, но я на эту цифру не обращаю никогда внимания. С пробитием в 37, что существенно меньше, но 120 единиц альфы. И с пробитием в 38, я бы сказал, что одинаковые, да? Но представьте себе, осколочно-фугасный 38 мм пробития на третьем уровне и дает 150 единиц урона. Именно за вот эти вот осколочно-фугасные машинку и любят. Так вот, ребят, обращаю ваше внимание на то, что снаряды и те, и другие, они нулевые. То есть вы за них абсолютно ничего не платите. Это не голда, это просто два вида снарядов, которыми вы можете пользоваться. Перезарядка, да, безбожная, практически 12 секунд на своем уровне. Это просто чума какая-то, это с учетом того, что у меня установлено дополнительное оборудование, которое улучшает время перезарядки. Так было бы еще больше. Что еще хочется сказать об орудии? Время сведения, разброс просто, ну, вообще безбожный. Какая-то машина предназначена для боя на передовой однозначно, потому что на дальнике вы однозначно не выцелите просто с этой пушки, ну, практически никого. Я не знаю, может, разве что слона какого-то, ну, или мауса. Хотя, навряд ли с маусом вы столкнетесь на третьем уровне. Итак, время перезарядки заценили. Есть урон в минуту 621, божественная цифра, исходя из того, что это больше, чем прочность самой машины. 621, ребят, показатель единиц альфы, ну, ДПМа, да, там, ХП забранного противника, называйте как хотите. Говорю к тому, ребят, что вы, в принципе, можете себе подобного вполне спокойно за минуту вынести. И давайте будем говорить откровенно. Посмотрим на БТ-7Арт по броне. Корпус 20 максимальное, да, а башня 15. А пробивает при этом 37, и это базовым снарядом, и осколочно-фугасным 38. То есть, в принципе, вы можете осколочно-фугасными фигячить практически всех, особенно двое. Но, насколько это возможно или невозможно, потому что теория теории, давайте посмотрим на практике. Что собой представляет БТ-7Арт в современном рандоме. Я понимаю, ребят, что сейчас огромное количество комментариев будет по поводу того, что песок вообще смотреть не надо. Я считаю, что смотреть надо все. Я имею в виду, что не вы обязаны все смотреть. Я имею в виду, что я обязан все показывать. Потому что песок, он тоже существует. Здесь тоже есть игроки, которым тоже может быть интересно посмотреть видео сугубо ради фана. Или, возможно, если вы нашли это видео, потому что сейчас БТ-7Арт выставили в каком-нибудь ивенте, и вы хотите знать, что с собой будет представлять машинка, которую вы получите, допустим, бесплатно. Или вы можете приобрести ее себе вкупе с какими-нибудь дополнительными плюшками, ради которых готовы взять себе в коллекцию данную машинку. Короче говоря, ребят, вот для таких случаев я и делаю подобное видео. Как я вот сейчас говорил, пушка будет косая просто капец. На этой машине необходимо подъезжать прям чуть ли не совсем в лоб. И то, ребят, ну, сами понимаете, что в лоб подъехав, не обязательно, что что-то будет. Вот даже практически в лоб подъехав, пушка все равно продолжает косить на оба глаза. Отъезжаем, переходим на фугас, берем товарища в прицел и забрасываем в него 167. В принципе, довольно неплохо, как для своего уровня. Теперь поехали дальше. Смотрим вот в этого товарища. Этот товарищ более бронированный. Не знаю, что он там себе делает. Выше шляпки пролетело. Опять получается облом какой-то. Откатываемся назад и смотрим, что мы можем противопоставить, допустим, тяжелому танку. Тяжелому танку нам противопоставить на данной машине нечего. К сожалению, крайне большому сожалению, бросаем исключительно из принципа, просто для того, чтобы не оставить товарища в спокойствии. Ну и дальше продолжаем перезаряжаться. Вот такая игра на БТ-7Арт, она будет постоянной. То есть рассчитывать на то, что вы реально там будете ездить и нагибать, ну, как бы не советовал. Сейчас поедем на БТ-7 обычного и посмотрим на него в прицел, когда мы на фугасе. Вот мы подъехали, вот вам его корма и вот что делает фугас. Ну, практически, я бы сказал, ничего особо болезненного сейчас не произошло, но все равно неприятно, потому что забрали мы у него добрый кусок хпшки. Забрали даже один фраг за данный бой. Я считаю, что прикольно, мы еще и умудрились выжить. Короче говоря, ребят, машинка, я бы не сказал, что мега супер какая-то там фановая. Она не уникальная. Да, у нее есть уникальность в том, что ее фугасы летят точно так же, как и бронебойные. Да, я имею в виду по пробитию, даже немножко больше. Но это единственный плюс. И там немножко добавляется альфы, но сравнительно с бронебойными вы практически не ощущаете вот этой разницы. Да, здесь средний 120, но может быть выстрел и 130 накинуть. А сейчас я отбрасывал, а у меня было меньше 140. Понимаете, о чем я говорю? То есть, ну, бог его знает, куда, в принципе, баланс кинет вам альфу при выстреле. Закатываемся еще в одну каточку, сугубо ради интереса. И скажу откровенно вам свое личное мнение по поводу песочных боев. Знаете, чем они мне нравятся? Тем, что они меня абсолютно не напрягают. Потому что мне не надо думать по поводу того, что мне надо нанести какой-то уровень среднего урона, там, допустим. Или еще типа того. Мне не надо задумываться над тем, в какую сторону мне поехать. Здесь я куда хочу, туда еду, как хочу, так стреляю. И здесь, в принципе, все так играют. Мало есть здесь игроков, которые прям вот совсем рубаху на себе рвут в попытке кого-то победить. В справедливости ради стоит заметить, углы склонения у орудия практически отсутствуют. Я бы сказал, что здесь и орудие-то само по себе практически отсутствует. Я когда увидел данную машину, у меня сложилось впечатление, что кто-то сделал себе обрез. Реально. То есть вот взяли, просто отпилили ствол, ну и, соответственно, теперь играй как хочешь. Вот откидываешь ты, ну, как бы откидываешь, но и в тебя-то, честно говоря, тоже нормально прилетает. А значит, выпячиваться напередок на данной машине, ну, прям не стоит совсем. БТ-2 будет нас сейчас прикрывать своей тушей. Как я понимаю, товарищ бесстрашный, бор там стоит абсолютно смело. И за это мне, честно говоря, нравятся бои на вот таких вот низких уровнях. Потому что здесь есть игровые моменты, которые позволяют не только тобой поживиться, но и тебе поживиться кем-то. И иногда это надо. Хочется сбросить какое-то напряжение, хочется выехать, кому-нибудь навалять. Я понимаю, что там слабых и маленьких обижать это плохо, но тут вопрос не в обиде. Тут вопрос в том, что ты можешь заехать, понакидывать, понакидывать, понакидывать. И даже если у тебя ничего не получилось, то ты из-за этого не будешь расстраиваться. Вот как, допустим, сейчас меня вынесли, и я абсолютно не расстроен. Броню заценивать не будем. Как вы видите, брони у данной машины нет. И по цифрам это было понятно. Потому что наше пробитие, ну, практически там на одну треть выше, чем уровень нашей брони, куда бы мы ни посмотрели. Вот такой вот он, БТ-7Арт. Я даже не буду досматривать бой до конца по одной простой причине, потому что досматривать здесь нечего, нечего заценивать. Это просто коллекционная машинка и не более того. Есть коллекционные машины, которые действительно, ну, прям разрывают тебя от фана. Пускай даже в песке. Эта машина к ним однозначно не относится. Это просто машинка в коллекцию, которая ничем не лучше, чем другие прокачиваемые машины, ну, в ветках, которые есть в игре. А на данный момент у меня все. Если вы за честный обзор и подписывайтесь на мой канал, я буду радовать вас новыми видео и буду вам безумно благодарен за такую поддержку моего начинания. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.